Рада приветствовать пятнадцать в своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную кофточку для собачки с застежками на пузике. У меня кофточка связанная с капюшончиком и данную кофту я делала на маленького голубого пуделя. В принципе можно связать такую кофточку как на ерширского терьера, как на различные маленькие породы собачек. Вот. Исходя из замеров собачки я вам расскажу как сделать правильно расчеты. Вязала я регланным способом, то есть набирала петельки, вывязывала горловинку. Как вы видите у меня горловиночка немножечко выше чем начинается капюшончик. Вот. Связав буквально здесь вот два сантиметра горловинки я перешла на реглан и стала вывязывать рукавчики и спинку с передом. Делая прибавления на рукавчике, перед и спиночку. На спинке я сделала вот такой замечательный узорчик перекрещивания жгутиков. Хотите можете его не делать, хотите можете делать. Оформляла я всего лишь тремя узорами кофточку, то есть это основная лицевая гладь у меня была. Затем жгуты только лишь по спинке и резиночка один на один, с которой я начинала и заканчивала вязание. Сшивала я капюшончик вот таким вот красивым трикотажным шовчиком. Благодаря ему у нас не видно здесь шва вообще ни с изнаночными, ни с лицевой стороны. И вот так вот у нас выглядит в целом. Я сделала на четырех уговичках. Здесь вы можете сделать убавление раньше, как бы закругление для того, чтобы сделать покороче животик, линию животика от спинки. То есть в принципе здесь можете варьировать на свой вкус. Вот я буду планочку вывязывать точно так же, как и вязала обработку всех краешков резиночкой один на один. Также вы можете здесь по желанию вязать платочная вязка, либо же отдельно потом вывязать планочку, на которую вы пришьете пуговички и на второй сделаете петельки для пуговичек. Итак, кому понравилось, конечно же присоединяйтесь и свяжем с вами вместе. На данный размер кофточки у меня ушел ровно один моточек. Вы же по желанию можете варьировать количество израсходуемой пряжи. Связав полностью всю кофточку, мы отдельно потом будем набирать петельки и вывязывать капюшончик. Этот капюшончик вы можете так же не вязать по желанию, если хотите связать кофточку без капюшончика. В качестве застежки я буду использовать обычные пуговицы диаметром до 2 см. Вы же можете использовать кнопочки, различные завязочки, ленточки, но я считаю, что пуговички именно для одежды для животных это самый, скажем так, лучший вариант. Во-первых, что не будет натирать, во-вторых, если вы будете использовать кнопки, то нужно будет делать какой-то уплотнитель на планочках. Вот, это самый, скажем так, простой вариант застежки. Поэтому вам для застежки понадобится 4 пуговички. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать полшерстеную пряжу Alizella на год 240 метров 100 грамма джинсового цвета. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Для удобства я буду использовать два набора спиц. Это чулочные спицы номер 3,5 и круговые на тросике. Вы можете использовать только лишь круговые, если любите вязать, скажем так, с выдвижением тросика. Я этого не очень люблю, поэтому буду вязать периодически чулочными спицами в трудно, скажем так, доступных местах. Также нам понадобятся две булавочки. Это держатели открытых петелек, либо же это просто понадобится ниточка контрастного цвета с иголочкой. Также нам понадобятся ножнички, крючок любого номера и сантиметр. Для того, чтобы нам связать не маленькую, не большую кофточку, нужно знать точные размеры собачки. Это обхват шеи, обхват груди, длина спинки от холки до хвостика и длина животика, максимально, скажем так, нужная длина по животику. Конечно же, имейте, скажем так, в виду, что собачка ходит в туалет, и чтобы постоянно не приходилось стирать, то нужно сделать максимально короче нижнюю часть. И, конечно же, исходя из вашей плотности вязания спицами и пряжей, которыми вы будете вязать, возможно, они у нас отличаются. Поэтому, исходя из этого, вам нужно связать небольшой образец лицевой гладью и посмотреть, сколько у вас в 10 сантиметрах вмещается петель. Затем это количество петель поделить на 10, и вы получите количество петель в 1 сантиметре. У меня это обычно 2 петельки. В целом, в среднем. Также, к обхвату шеи собачки, вам нужно добавить хотя бы 1 сантиметр. Так как у нас начинается с резиночки 1,1, она достаточно плотненькая, то нужно, скажем так, добавить 1 сантиметр. У меня это 23 сантиметра, которые я должна умножить на количество петель в 1 сантиметре. То есть, 23 умножить на 2. Это получается 46 петель. Плюс 6 петель мне нужно добавить для того, чтобы, скажем так, добавить планочку. Так как у нас петельки для пуговички, у нас имеются на одной планочке пришиваются петли для пуговичек, на второй делаются петельки. Поэтому нам нужно эти 6 петель добавить еще помимо, скажем так, окружности. То есть, 46 плюс 6, это получается 52 петли и плюс 2 кромочные петли. То есть, в общей сумме 54 петли. Вот эти 54 петельки мы и должны распределить на петли, скажем так, реглана и на такие части, как 2 рукавчика, спинка, перед, который делится на 2 полочки. То есть, мы сначала сразу же берем по одной кромочной петле на каждую из частей, так как вяжем поворотными рядами. Плюс по 6 петель мы берем на планочку для пуговичек и петелек. И далее мы распределяем абсолютно все петельки на реглан. То есть, мы берем на регланные линии, которые будут у нас добавлять петельки к рукавчикам спинки, к переду по одной петле, которые у нас всегда будут вязаться изнаночными петлями. То есть, 54 мы должны отнять 4 петли реглана, это 50 петель, и отнять вот эти вот, получается, 14 петель, которые мы взяли на планочки для пуговичек. Далее, нам нужно взять петельки на полочке переднее. Это обычно самое минимальное число. То есть, так как у нас лапки у собачки расположены максимально близко, и нам не нужно, чтобы эти, скажем так, части были слишком широкие, так как у нас еще планочка для петелек имеет где-то 2-3 сантиметра. То есть, нам не нужно слишком широкая здесь часть. Поэтому я возьму всего лишь по одной петельке на каждую из сторон полочек переда. Всего лишь по одной петле. Далее, вот от этого общего количества, которое мы, скажем так, рассчитали изначально, мы берем еще по 6 петелек на рукавчик. Откуда я эти цифры беру? То есть, 1, 6, 5. Я вам говорю, что мы сначала берем линии реглана, отнимаем от общего количества петелек. Затем мы берем петельки на планки для пуговичек, кромочные петли, и по одной петле на перед. То есть, это минимальное число. На рукавчике, почему я взяла по 6 петель? Потому что, в принципе, у собачки лапка достаточно худенькая. И чтобы, скажем, набрать вот это количество петель потом, по ходу расширения реглана, нам нужно брать в среднем 5-6 петелек. Я люблю четное количество петель, поэтому я взяла 6 петель. Вот, далее мы от 54 отнимаем 4 петли реглана, минус 12 петель на рукавчике, минус 12 петель на планочке, минус 2 петли кромочные и 2 петли полочки. У нас остается всего лишь 22 петли, которые мы переносим и оставляем на спинке. Как вы видите, это самая широкая часть спинка. То есть, между лапками, перед, планочка для пуговичек и все остальное на спинку. Далее это все будет еще более расширяться. Затем бросаться петельки на рукавчики. Отдельно будут вязаться рукавчики. Спинка и перед будут соединяться в единое полотно, которое будет разделять только лишь вот эта, скажем так, передняя планка для пуговичек. И будет вязаться прибавление поворотными рядами. Вот, исходя из вот такого самого минимального расчета, мы будем делать кофточку. Возможно, у вас изначальное количество различается от меня. То есть, конечно же, в зависимости от размера вашей собачки. Но, в целом, здесь на перед берите не более двух петелек, если у вас даже большее количество петель здесь. На рукавчике по 6-7 петелек этого вполне достаточно. Даже, возможно, 5 петелек бы хватило. И на спинку это самая широкая часть, поэтому на нее берем самое максимальное количество петель. Когда вы отнимете регланную линию петельки рукавчика, петельки переда, полочек и планочек, все остальное число у вас уходит на ширину спинки. Также на наших петельках спинки я хочу сделать небольшую косичку, жгутик, поэтому сразу же делю общее количество петелек на три части. Две из частей это будет идти у нас лицевая гладь от начала вязания до конца. И по центру будет у нас идти такой вот жгутик, косичка, которые будут переплетаться. Вот для этих, скажем так, центральных косичек мне нужно отделить 14 петелек. Но если я сейчас со спинки заберу 14 петелек сразу же, то у нас получится по бокам маленькое количество петель. И плюс еще, скажем так, жгуты имеют свойство утягивать полотно. Поэтому мне нужно взять меньшее количество, из которого я сделаю прибавление, расширю количество петелек для жгутиков. И по бокам у меня останется большее количество петель. Соответственно, для жгутиков мне нужно 14 петель, но возьму я центральных всего 10 петель. И сделаю увеличение при, скажем так, их провязывании. Я вам потом расскажу как и где мы будем делать увеличение. Если мы от 22 петелек заберем 10 петель, то это получается всего лишь 12 петель, которые мы должны поделить на первую и третью часть. То есть это забирается по 6 петелек на каждую из частей. 6 плюс 10 плюс 6 получается 22 петли спинки. Вот исходя из вот таких вот, скажем так, расчетов, поделив спиночку, мы будем вывязывать реглан и параллельно делать прибавление еще при провязывании первого ряда, для того, чтобы из 10 петель сделать 14 петель. Итак, берем спицы и набираем 54 петли. Начальные 2 петельки я набираю на 1 спицу, для того, чтобы не были они растянуты. Затем приставляю вторую и набираю еще 52 петли самым обычным способом. Далее достаем 1 свободную спицу и начинаем формировать горловинку. Для вязания горловинки мы начинаем с резиночки 1х1. Поэтому первую кромочную петлю я провяжу в первом ряду лицевой, далее во всех последующих рядах я ее буду снимать непровязанной, для того, чтобы с боковой стороны оказывалась такая красивая, скажем так, кромочная косичка. Далее, следующую петлю я вяжу лицевой, Далее повторяю лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот так вот чередую до конца первого ряда. Лицевая, изнаночная и независимо от, скажем так, которая петелька будет у нас последняя, мы будем ее вязать изнаночной всегда, так как кромочную последнюю я вяжу изнаночной. Если же вы вяжете лицевой, то, соответственно, всегда, от начала до конца вяжите последнюю петлю ряда лицевой. В конце ряда лицевая и кромочная петля изнаночная, и разворачиваем на следующий ряд. Второй ряд мы будем уже по сформированному первому ряду резиночки 1х1 чередовать лицевая и изнаночная над петельками, то есть первую кромочную петлю снимаем, далее следующая у нас идет изнаночная, так и вяжем изнаночную над изнаночной, лицевую над лицевой, и снова изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, вот так чередуем снова. Довязали до конца второй ряд, третий ряд точно так же вяжем. Кромочную снимаем и изнаночную над изнаночной, лицевая над лицевой чередуем до конца ряда. Связали три ряда резиночкой 1х1, и теперь мы сейчас должны довязать до конца ряда, и вот с этой стороны, получается, в конце ряда нам нужно сделать первую петельку для пуговички. То есть я хочу, чтобы вот эта лицевая красивая косичка наборочной, вот здесь вот крайней, косичкой была вперед, то есть вверх. Вот эта сторона, где у нас такие вот зубчики визуальные, это внутренняя сторона. Вот запомните, что вот это у нас сейчас лицевая сторона, и в дальнейшем я вам буду показывать, и когда говорить, что в лицевом ряду делаем, то значит это с этой стороны. То есть сейчас нам нужно довязать такой же резиночкой 1х1 до конца этого ряда, не довязав 6 петель планки и кромочную 7 петлю, то есть до последних 7 петелек. Мы так и продолжаем чередовать резиночкой 1х1, кромочную снимаем и так далее. Изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой до последних 7 петель четвертого ряда. Довязали. И вот в конце ряда у нас осталось 7 петелек. Это 6 петель планочки, на которых мы сейчас должны сделать первую петельку для пуговички, и кромочная петля, которая в счет сюда не входит. Итак, первую изнаночную мы провязываем изнаночной. Далее у нас идет лицевая, так и провязываем лицевую над лицевой. Теперь нам нужно провязать вот эту изнаночную, следующую лицевую вместе одной изнаночной. Вот таким вот образом. И далее делаем накид, как бы восполняем нашу сокращенную петлю и довязываем до конца изнаночная лицевая и кромочная петля изнаночная. Что мы сейчас сделали? Мы как бы сократили одну петельку, провязав изнаночную лицевую вместе, затем сделали накид. И тем самым у нас в конце ряда, как было 7 петелек, так и есть. И сейчас центральная петля, вот она у нас получается накид. То есть восполнилась, скажем, сокращенная петля. Далее поворачиваем на пятый изнаночный ряд, кромочную снимаем, далее вяжем по рисунку изнаночная лицевая. По рисунку у нас вот этот накид, это изнаночная петля. Далее лицевая над лицевой. И снова изнаночная лицевая и так далее. То есть провязываем до конца ряда по чередованию резиночки 1х1. И вот она у нас получилась первая петелька для куговички. Вот так она выглядит у нас с лицевой стороны, так она выглядит с изнаночной стороны. И далее продолжаем вязать до конца ряда, чередуя лицевая и изнаночная петля по уже сформированному рисунку резиночки 1х1. Кромочная петля, последняя петля ряда, изнаночная. Итак, мы связали 5 рядочков горловинки и сделали первую петельку для пуговички. Сейчас в 6 ряду мы начинаем отчет петелек заново. То есть мы сейчас, получается, связали 5 рядочков. От начала у нас сейчас идет 6 ряд. Но будем его считать как первый. Запомните, что в каждом нечетном ряду мы будем делать прибавление реглана. В каждом четном ряду провязывать наши прибавления перекрещенными лицевыми петельками и ввязывать их в общее вязание. Сейчас я расскажу, что я имела в виду. Мы берем наши расчеты, которые сделали предварительно. И распределяем петельки. Начиная от первой кромочной петли, идем по часовой стрелке. И как вы помните, мы должны сделать прибавление не только на регланных линиях, которые у нас идут вокруг рукавчиков с одной и с другой стороны, с одной стороны и с другой стороны второго рукавчика и первого. И также мы должны будем прибавить в этом ряду петельки для жгутика на спинке. Начинаем мы с первой кромочной петли, которую снимаем не провязанно. Далее идут 6 петель планки. Запомните, что петли планки как с одной, так и с другой стороны у нас будут идти резиночка 1 на 1, которую мы сформировали в начале вязания. То есть 6 петель мы сейчас должны провязать резиночкой по рисунку. Изнаночная лицевая 2 петли, изнаночная лицевая 4 петли, изнаночная лицевая 6 петелек. То есть кромочная и 6 петель планочки мы связали. Далее у нас идет 1 петля полочки. Полочки у нас будут вязаться лицевой гладью, как и рукавчики, как и первая и третья часть спинки. То есть лицевой гладью, соответственно, это лицевые петельки с лицевой стороны, изнаночные петельки с изнаночной стороны. Поэтому вяжем с лицевой стороны, это у нас лицевая сторона, одну лицевую петлю полочки. Далее идет регланная петля. Регланные петли будут вязаться изнаночными петлями. Причем в каждом нечетном ряду, первом, шестом, ой, первом, третьем, пятом, будут делаться накиды перед изнаночной петлей и после изнаночной петли. То есть делаем накид, провязываем первую регланную изнаночную петлю и после нее делаем также накид. Далее 6 петель рукавчика, значит 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дошли до второй регланной петли. Перед ней делаем накид, далее эту регланную петлю вяжем изнаночной, после изнаночной делаем второй накид. Далее дошли до петель спинки. Вяжем первую часть из 6 петелек, это просто лицевая гладь, соответственно 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас идут 10 второй части петелек, которые мы должны расширить до 14, то есть делать 4 прибавления. Прибавления мы будем делать из накидов, которые находятся между петельками. То есть вот такие вот у нас есть промежуточки, из них мы будем поднимать петельки. Мы не будем делать накиды, как вот здесь, для того, чтобы сразу как бы сделать эти петельки в этом ряду и, скажем, на них больше не заострять внимания. Итак, первые 2 петельки из 10 это 2 изнаночные. Просто провязываем 2 изнаночные. Далее поднимаем промежуточек между вот этой провязанной петелькой и непровязанной следующей. Вот он у нас промежуточек. Заводим спицу вот так вот сверху вниз и подхватываем этот промежуточек. Одеваем накид, получается дырочка, на левую спицу и за ближайшую стеночку. Вот она у нас, вот так вот я ее подтянул. Провязываем лицевой перекрещенной петлей. Вот он у нас получается накид, сделал прибавление. Далее вяжем 2 лицевые. 1, 2. Снова поднимаем промежуточек, но заводим спицу снизу вверх, вот так вот подхватывая петельку. И накидываем ее на левую спицу. У нас получилась как бы такая же дырочка, но повернутая. Мы ее так не разворачивая вяжем за дальнюю стеночку. То есть, как бы мы получается 1 накид провязали с наклоном в правую сторону, 2 накид с наклоном в левую сторону. И его будет в дальнейшем не видно. Далее вяжем 2 изнаночные. И снова поднимаем промежуточек. Сверху вниз накидываем на спицу. У нас получается дырочка, как и в первый раз. Провязываем за переднюю стеночку эту лицевую петлю, перекрещенную. И у нас добавилась петелька. Далее вяжем 2 лицевые. 1, 2. И снизу вверх подхватываем промежуточек. Одеваем, получается, как бы перекрученная дырочка. И вяжем ее за дальнюю стеночку. То есть, снова мы сделали 2 накида. 1 повернули с наклоном в правую сторону, 2 с наклоном в левую сторону. И нам остается довязать лишь 2 изнаночные. То есть, из 10 петелек у нас теперь получается 14. Это 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Вот таким вот образом мы с вами добавили, расширили петельки. Далее переступаем к третьей части спинки. Это 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дошли до третьей регланной линии. Перед ней делаем накид. Регланная линия это изнаночная петля. И после изнаночной делаем второй накид. Далее 6 петель рукавчика. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых петель. Как и в первом рукавчике. Далее 4 регланная линия. Поэтому делаем накид. Петлю вяжем изнаночной. И после изнаночной делаем накид. Дошли до полочки. Здесь у нас одна лицевая петля. Далее идут петли второй планки. На которой будут у нас петельки для пуговичей. Как вы помните мы уже сделали первую петельку. Поэтому вяжем 6 петель резиночкой 1х1. То есть это у нас изнаночная лицевая 2 петли. Изнаночная лицевая 4 петли. Изнаночная лицевая 6 петелек. Кромочная последняя петля ряда у нас также идет изнаночная. Вот таким вот образом мы распределили все петельки на реглан по нашей схемке. И теперь второй ряд. Это как вы помните четный ряд. А в четных рядах я вам говорила, что мы будем вот эти накиды, которые делали перед и после регланной петли, перекрещивать петельки. То есть сейчас мы кромочную петлю снимаем. Далее 6 петель планочки. То есть мы как бы в обратном направлении идем. 6 петель планочки. У нас резиночка идет. Изнаночная лицевая 1. Изнаночная лицевая 2. Изнаночная лицевая 3. Три раза провязали попарно 6 петелек наших. Далее идет одна петля изнаночная с изнаночной стороны. Это наша полочка. Далее идет накид. Вот она у нас идет накид. Лицевая, накид. Это регланная линия по бокам, которой мы делали накиды. Вот эти накиды с изнаночной стороны мы должны провязывать перекрещенными изнаночными петельками. Как это сделать? Смотрите. Мы берем, поворачиваем, то есть снимаем непровязанный вот этот накид на правую спицу. И поворачиваем вот так вот, как бы перекручивая дальнюю стеночку вперед. И провязываем за эту стеночку изнаночную петельку. То есть мы как бы перекрутили этот накид и провязали изнаночной перекрещенной петлей. Далее у нас идет лицевая петля. Так и вяжем ее лицевой. Так как это у нас регланная петля, которая с изнаночной стороны вяжется лицевой. А с лицевой стороны она вяжется как одна изнаночная. Теперь мы дошли до второй. Вот здесь вот петельки накида, которые также мы должны связать перекрещенной изнаночной петлей. Хотите, можете точно так же ее снимать, перекручивать и провязывать изнаночной. Но, если мы сейчас точно так же сделаем, как я вам сказала, то у нас получится в одну сторону провязывание перекрещенных петелек. И с лицевой стороны это будет, скажем так, заметно, что они повернуты в одну сторону. Я буду вот этот накид, как бы получается, он у нас был вот таким вот образом одет. Сейчас я его одеваю дальней стеночкой вот так вот вперед. То есть, как бы раскручиваю, получается, делаю большую дырочку. И за эту переднюю стеночку вяжу изнаночной петлей. То есть, у меня получается перекрещенная изнаночная, но в обратную сторону. Теперь мы должны связать 6 петелек рукавчика. Это 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова дошли до регланной второй линии. Она у нас должна с этой стороны идти, как лицевая петля. Перед ней накид и после нее накид. То есть, первый накид мы перекручиваем дальней стеночкой вперед. У нас получается, как бы перекрученная вот она петля накид. И вяжем изнаночную петельку. Далее лицевая петля. И вторую петельку мы раскручиваем. То есть, получается, вот такая дырочка. Делаем вперед ниточку рабочую. И за ближайшую стеночку, вот смотрите, вот дырочка у вас, вторую петельку мы не перекручиваем, а просто за переднюю стеночку вяжем изнаночной петлей. И таким образом у нас с лицевой стороны будут они повернуты в разные стороны эти накиды. И будет все красиво. Далее мы дошли до петель спинки. Это 6 петель. Первая часть изнаночной петли. 3, 4, 5, 6. Далее центральная часть. Уже у нас, как вы помните, мы добавили 4 петли и 14 петелек по центру. Из них 2 лицевые. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 лицевые. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И 2 лицевые. То есть, запомните, что 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые. Это с изнаночной стороны. И всегда изнаночную сторону, независимо от того, что мы будем делать с лицевой стороны, у нас изнаночная сторона будет вязаться всегда одинаково. Точно так же. 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые. Довязали центральную часть. И далее у нас остается 6 лицевых с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как вы помните, мы их вяжем изнаночными петлями, так как это изнаночная гладь с изнаночной стороны. С лицевой стороны это лицевая гладь. И дошли до третьей регланной линии. У нас идет первый накид. Мы его перекручиваем дальней стеночкой вперед. И вяжем изнаночную петлю. Далее регланную линию вяжем лицевой с изнаночной стороны. А второй накид мы поворачиваем, раскручиваем, делаем большую дырочку. И за переднюю стеночку вяжем изнаночную петельку. Перекрещенная получается у нас изнаночная провязанная петелька. Дошли до второй части, то есть до второго рукавчика нашего. И вяжем 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее снова дошли до накида. То есть 4 наши регланные линии заканчиваются вот этой четвертой здесь, с этой стороны. Поэтому, или же вот это. То есть мы как бы лицевую сторону вязали по часовой стрелке, а изнаночную сторону мы вяжем против часовой стрелки. Но в принципе, если вы посмотрите, у нас что в одну, что во вторую сторону одинаковые числа. И теперь снова перекрещиваем первый накид. Вот так вот перекручиваем дальней стеночкой вперед, вяжем изнаночную петлю. Регланную линию вяжем лицевой петлей. И далее раскручиваем второй накид, получается дырочка. И за переднюю стеночку вяжем изнаночную перекрещенную петельку. И теперь у нас остается одна петля изнаночная. Это полочка передняя со второй стороны. И далее 6 петелек нашей планки, где будут пришиваться пуговички. Они у нас вяжутся резиночкой 1х1. Это изнаночная лицевая первая пара, изнаночная лицевая вторая пара, изнаночная лицевая третья пара. И последняя петля ряда, кромочная петля изнаночная. Вот такие у нас будут четные ряды, которые всегда будут вязаться одинаково. То есть так как мы связали второй ряд, всегда будет вязаться и четвертый ряд, и шестой ряд, и восьмой. То есть все четные ряды. И мы поворачиваем на третий лицевой ряд. Он у нас нечетный, поэтому мы в каждом лицевом ряду будем делать вот эти накиды вокруг регланных линий. Но благодаря вот этим накидам у нас увеличивается количество петель. Теперь у нас в передней полочке будет по 2 петли с каждой стороны лицевой. Рукавчиков будет на 2 петли больше с одной и со второй линии реглана. Получается 6 плюс 2, 8 петель. Здесь у нас будет плюс 1 петля с одной стороны, плюс 1 петля с другой стороны. То есть по 7 петелек с боковых сторон. По центру у нас так и остается 14 петелек, которые мы увеличили из 10. Далее снова у нас рукавчиков будет 8 петелек. И все. В принципе вот эти накиды будут добавлять нам с каждой стороны по одной петельке. То есть на спинку 2 петли, на перед 2 петли, которые будут делиться на передние полочки. И на спинке, как вы помните, лицевой гладью у нас вяжутся 2 из 3 частей. То есть первая и третья части. На рукавчике будет добавляться одновременно 2 петельки с одной и с другой стороны по петле. Так как у нас один рукавчик и он не делится. И теперь можете смотреть сюда. Хотите, можете отметить наши регланные линии изнаночные. Ну и хорошо и четко сейчас будет вам видно. Это только на первый взгляд кажется все очень сложно. Итак, кромочную петлю снимаем, далее вяжем 6 петель планки. Это изнаночная лицевая первая пара, изнаночная лицевая вторая пара, изнаночная лицевая третья пара. То есть 6 петель связаны. Далее у нас идут 2 лицевые петли. Это петли полочки передней, то есть первой полочки. И теперь мы дошли до одной изнаночной петли. Это регланная первая петля. Первая линия. Делаем накид перед изнаночной, изнаночную провязываем над изнаночной и после нее делаем накид. Теперь мы дошли до петель рукавчика. Как вы помните их у нас уже 8. Это перекрещенный накид первая петля. Далее вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Это перекрещенная лицевая петля реглана с изнаночной стороны, которую мы перекрещиваем. И дошли до изнаночной второй петли реглана. Делаем накид изнаночную над изнаночной, накид второй с другой стороны. Мы дошли до петель спиночки. Как вы помните у нас было 6 петель. Добавилась одна петля. То есть вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Или если вам проще будет запомнить, то лицевые мы вяжем петельки первую часть и третью часть. Это от регланной петли до вот этих вот изнаночных петелек с одной стороны и с другой стороны. То есть вот они наши получаются. Здесь начало берется, регланная линия, конец. Здесь регланная линия, начало, изнаночная, конец. То есть вот эти промежуточные петельки. Хотите считайте, хотите можете нет. И теперь вяжем, начинаем вязать 2 изнаночные. Это те петельки, которые из 14 петель. Первые 2 изнаночные. И далее у нас идут 4 лицевые петли. Мы должны сделать перекрещивание с наклоном либо в правую сторону, либо в левую сторону. В зависимости от того, куда вы хотите перекручивать жгутики. Я, например, хочу на выворот. То есть как бы я буду перекрещивать сначала в правую сторону, затем второй жгутик из 4 лицевых в левую сторону. Хотите, можете наоборот. Дело вкуса. Снимаем первые вот эти вот 4 петельки лицевые на правую спицу непровязанными. Далее за работу заводим спицу и снимаем первую, вторую лицевую петлю. Третья, четвертая у вас перед работой перекидывается вперед перед этими двумя петельками. И все петли вяжем лицевые. То есть первая петля лицевая, вторая петля лицевая, третья петля лицевая и четвертая петля лицевая. Мы сделали перекрещивание с наклоном в правую сторону. Далее вяжем 2 изнаночные промежуточные между жгутами без изменения. Теперь следующие 4 петли мы должны перекрестить с наклоном в левую сторону. Для этого снимаем 4 петли непровязанные лицевые. Перед работой заводим спицу, снимаем первую, вторую петельку, третья, четвертая остается за работой и переносим их в начало вязания. И теперь точно так же поочередно провязываем все 4 петли лицевые. Первая, вторая, третья и четвертая. Сделали перекрещивание в левую сторону и далее довязываем до конца 2 изнаночные петли. Это 13 и 14 петля спинки центральной части. Вот такие перекрещивания мы будем делать в каждом четвертом ряду. То есть сейчас у нас получается провязывается перекрещивание. Затем 3 ряда мы просто будем вязать 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Как бы один получается. Сейчас у нас будет поворотный ряд изнаночный. Затем мы провяжем по рисунку лицевой и изнаночный ряд. А через ряд каждый лицевой мы будем делать перекрещивание вот этих вот жгутиков. Можете поменять их местами в том плане, что делая сначала перекрещивание получается в левую сторону, затем в правую. Тогда у вас перекрещивание будет как бы елочкой во внутреннюю сторону. А так у вас будет елочкой на внешнюю сторону. То есть это опять же таки дело вкуса. Теперь нам остается довязать третью часть спинки. Это 7 лицевых петель до регланной линии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у нас идет изнаночная регланная петля. Перед ней делаем накид, провязываем изнаночную и после нее делаем второй накид. И у нас теперь 8 петель. Это петли рукавчика лицевые. 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова дошли до изнаночной четвертой регланной петли. Делаем накид перед ней, вяжем изнаночную и после нее делаем также накид. У нас здесь 2 лицевые петли. Это полочка лицевого переда с другой стороны. И до конца ряда у нас остается 6 петель планки, на которой у нас, как вы видите, петельки для пуговичек. То есть они у нас вяжутся резиночкой изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Кромочная петля ряда у нас изнаночная. Разворачиваем на изнаночный наш четвертый ряд и кромочную петлю снимаем. Далее 6 петель планочки. Изнаночная лицевая 1, 1 пара. Изнаночная лицевая 2. И изнаночная лицевая 3 пара. То есть 6 петель резиночкой 1х1. Далее у нас идут 2 петли изнаночные. Это первая полочка. Далее у нас идет вот он наш накид перед регланной первой петлей. Поэтому мы его перекручиваем и за дальнюю стеночку, которую повернули, вяжем изнаночную петельку. Далее регланная петля лицевая и следующий накид раскручиваем и вяжем изнаночной петлей за ближайшую стеночку. Теперь у нас идут петельки рукавчика. Я предлагаю вам просто ориентироваться вязать изнаночные над изнаночными петлями до тех пор, пока не дойдем до следующего накида. Так вам проще будет, что вам и считать. Далее мы перекрещиваем накид дальней стеночкой вперед и вяжем за нее вот так вот изнаночную петлю. Регланную петлю лицевую ее уже четко видно. Мы вяжем просто лицевой. Далее второй накид раскручиваем и вяжем за переднюю стеночку изнаночной петлей. И уже при вязании этого ряда вы увидите, что у вас красивая регланная линия идет с лицевой стороны. И накиды перекрученные, скажем так, в разные стороны идет такое вот незаметное прибавление петель с каждой стороны. Далее у нас снова идут изнаночные петельки до лицевых. Вот так вот. То есть вот они начинаются лицевые. Это значит центральная часть нашей спинки. Как я вам уже говорила в наших изнаночных четных рядах, это вяжется часть по рисунку. То есть две лицевые над двумя лицевыми. Далее идут четыре изнаночные. Один, два, три, четыре. Две лицевые. Снова четыре изнаночные. Это петельки жгутика с другой стороны. И две лицевые. Вот она центральная часть спинки. Она остается без изменения. Далее третья часть спинки снова вяжем изнаночные петельки до ближайших наших накидов возле регланных петель. Один накид мы перекручиваем и за дальнюю стеночку вяжем изнаночную петлю. Далее лицевая петля регланная. И второй накид мы раскручиваем и за ближайшую стеночку вяжем изнаночной петлей. Далее снова у нас получаются изнаночные петельки до следующего накида. Это петли рукавчика. Первый накид реглана мы перекрещиваем и вяжем изнаночной петлей. Далее лицевая регланная четвертая петля. Второй накид мы раскручиваем и вяжем изнаночной петлей за ближайшую стеночку. И теперь у нас остается 2 изнаночные петли. Это петли полочки. И далее изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Это петли планки, на которые будут пришиваться пуговички. И кромочную петлю не забываем, вяжем изнаночной петлей в конце ряда. Вот таким вот образом, как мы только что вязали 2 четных ряда и 2 нечетных ряда, мы будем продолжать делать расширение до тех пор, пока у нас не станет нужное количество, скажем так, петелек, скажем, которые хватит для ширины рукавчика. Это в размерах, скажем так, рукавчика. Спинку будем расширять, перед будем расширять и планочку будем вязать, которая будет у нас в итоге служить застежкой. Это вот на этой планочке мы будем пришивать пуговички, а на второй будет у нас петельки для пуговичек. Вот эту ниточку можете спрятать, она вам, в принципе, здесь уже не нужна. Ее останется лишь только спрятать и отрезать. Далее в дальнейшем мы просто будем делать небольшое расширение, как вы видите, с передней стороны, так как здесь у нас лапки находятся достаточно близко у собачки. И вот здесь вот у нас будут расширяться, скажем так, рукавчики для лапок, а здесь самая широкая часть у нас будет расширяться спинка. Сейчас мы, получается, свяжем лицевую часть, как я вам уже говорила, без изменения в той части, где у нас коса из 14 вот здесь вот петелек. Это 2 изнаночные, 4 лицевые, первый жгутик в правую сторону, 2 изнаночные, 4 лицевые, жгутик в левую сторону и 2 изнаночные. В этом лицевом ряду мы свяжем по рисунку, с изнаночной стороны по рисунку, а затем снова повторим ряд с перекрещиванием. То есть вы будете 2 петли из 4 оставлять за работой, провязав 3 и 4 петлю за работой, оставленные 2 петли, перенесенные, скажем так, вперед, провязываем 2 лицевые. Точно так же и с этой стороны мы 2 петли как бы оставляем перед работой, провязываем сначала 3-ю, 4-ю, потом 1-ю, 2-ю. Вот таким вот образом самые-самые простые, нехитрые перекрещивания мы будем делать на протяжении всего вязания спинки. Связав 18 рядочков кокетки сделали мы расширение и у меня получается от первой петельки провязано здесь 7 сантиметров. То есть вот она наша петелька от края, здесь у нас где-то 1,5 см и от петельки провязано 7 сантиметров. Поэтому в этом получается по счету в 19 ряду я сделаю в конце ряда вторую петельку для пуговички. Поэтому сейчас до конца ряда я провяжу, сделав прибавление возле регланных линий накиды. Затем я в этом ряду сделаю перекрещивание жгутиком, вот здесь у нас жгутик и дойдя до конца ряда на петельках для планочки, вот здесь вот на наших 6 петельках, буду делать петлю для пуговички. Не довязав до конца ряда 7 петелек, мы на петлях планочки делаем петельку для пуговички. Для этого первую изнаночную, далее лицевую вяжем по рисунку, изнаночную над изнаночной, лицевую над лицевой. Следующие 2 петельки, изнаночную и лицевую, мы вяжем вместе одной изнаночной петлей. Для того, чтобы красиво ложились петельки, мы можем лицевую вот так вот повернуть дальней стеночкой, перевернуть вперед. Потом мы провязываем изнаночную и лицевую вместе, тем самым красиво разворачиваем петельку лицевой косички. Делаем накид, как бы получается мы изнаночную над изнаночной, а лицевую сократили, поэтому делаем накид, восполняем вместо лицевой петли. И довязываем изнаночная лицевая и кромочная петля ряда изнаночной. В следующем ряду мы эти петельки просто провязываем по рисунку. Кромочную снимаем, далее изнаночная, лицевая раз, изнаночная над петлей накидом два, лицевая, и изнаночная лицевая три. То есть вот она получилась у нас вторая петелька для пуговички. Изнаночная и с лицевой стороны таким образом ложится все аккуратненько. И дальше продолжаем вязать четный изнаночный ряд, перекрещивая накиды, уже как бы вводя их в работу петельками. Довязав до конца изнаночный ряд, в 20-м получается ряду мы остановились. У меня получилось расширение кокетки на 10 петель по регланной линии. То есть я делала 10 рядочков с накидами и затем провязала 10 рядочков черных, где перекрещивала эти накиды. То есть всего получается кокетки мы связали 20 сантиметров и плюс наши сантиметры резиночки 1х1 горловинки. Вот и теперь смотрите, как правильно померить, чтобы нам достаточно было, скажем так, для обхвата груди собачки. Смотрите, сейчас мы откидываем вот эти части, где между регланными полосочками раз и между регланными вторыми полосочками два. Это у нас части рукавчиков. То есть как мы с вами и смотрели, рисовали схемку, это у нас рукавчики. Самая широкая часть с рисунком это спинка и две части переда с планочками. Вот сейчас мы и смотрим. Наши планочки мы имеем уже на них, как вы видите, две пуговички на одной. И на второй планочке у нас ничего нет, там будут пришиваться пуговички. Вот, то есть вот она наша передняя часть вместе с застежками. Рукавчики, ну скажем так, отнимаем от общего количества. И вот она спинка. То есть нам нужно сейчас отделить рукавчики, правильно рассчитать окружность груди собачки. У меня, к примеру, у собачки 20, ой, 34 сантиметра. То есть смотрите, нам нужно, чтобы спинки сантиметры, плюс переда с планочкой сантиметры, вот так вот. То есть от регланной линии полностью вот это вот до планочки. И плюс с этой стороны петельки минус планочка, вот так вот, должны равняться окружности груди. То есть, к примеру, у меня здесь 5 сантиметров до регланной линии, петли спинки у меня достигают практически 21 сантиметр. Это уже получается почти 26 сантиметров. И петли вместе с планкой для пуговичек, вот, где-то около 8 сантиметров. То есть это получается 26,8. Это мне более чем достаточно для окружности груди. Плюс еще вот эти петельки регланные с рукавчика уйдут у нас на, скажем так, ширину по обхвату груди. То есть вот эти петельки с рукавчика у нас уйдут изнаночные две на окружность. Вот, так как у меня здесь, в принципе, на рукавчиках по обхвату около где-то 11,5, почти 12 сантиметров. То есть вот эти изнаночные петельки на лапке, на окружность лапок мне не нужны. Вот эта вот окружность лапок мне достаточно, скажем так, для размера собачки, лапок. И сейчас мы будем переодевать вот эти рукавчики на дополнительные булавочки, либо ниточку контрастного цвета. То есть что вам удобно. Мы сейчас будем замыкать переднюю часть со спинкой. Вот, если у вас все точно так же, как я вам рассказала, достаточно, вы измеряете, смотрите, сколько у вас, то точно так же мы будем, скажем так, делать соединение. Петли планки мы так и продолжаем вязать. Кромочную снимаем, далее 6 петель по узору резиночки 1х1, это изнаночная лицевая 3 раза. И затем вот они пошли уже петли первой полочки. Мы петли первой полочки до изнаночной регланной петли включительно вяжем просто лицевыми петлями. Вот таким вот образом, то есть как обычно. И далее вот дошли до регланной линии, мы ее вяжем лицевой вместе, скажем так, вместе с петлями полочки. Вот, далее у нас пошла лицевая перекрещенная петля первая и до лицевой перекрещенной последней петли перед изнаночной мы должны переодеть полностью на булавочку. Берем, открываем булавочку и переодеваем постепенно все петельки на нее. И затем застегнув булавочку, поворачиваем петельки таким образом, чтобы у нас соприкасалась передняя часть со спинкой петельками. Вот так вот дошли до изнаночной регланной петли и все. Теперь поворачиваем вот таким вот образом, распределяем петельки, чтобы замкнуть перед и спинку. Теперь вот эту последнюю петельку, она у нас, как вы видите, изнаночная регланная петля, мы переснимаем непровязанной вот так вот на петельку, которая у нас получается две изнаночные, вот они наши регланные петельки между рукавчиками, которые вот так вот, между которыми рукавчик. Мы переодеваем вместе и мы должны их провязать вместе одной изнаночной петлей, либо же одной лицевой, то есть как вам удобно. Сейчас здесь булавочка не очень видно. Я переодеваю вот так вот, другой стороной поворачиваю изнаночную петлю и за дальние стеночки вместе вяжу одной лицевой. Ну или одной изнаночной, пока можете провязать во всех дальнейших последующих рядах, ее будем провязывать лицевой. То есть мы, получается, одну изнаночную линию, вот так вот, одну изнаночную линию, вторую изнаночную линию провязали вместе одной лицевой. Теперь провязываем петли спинки. На спинке, как вы помните, у нас узорчик. Мы узорчик продолжаем вязать точно так же, делая перекрещивание в каждом четвертом ряду. То есть вы сейчас можете отчитывать, начинать. Мы провязали, получается, после перекрещивания, например, я провязала один ряд, затем сейчас провяжу второй ряд, третий ряд и затем буду делать перекрещивание. То есть вы можете точно так же отсчитывать три ряда. Почему мы провязали вместе вот эти вот регланные петельки, две изнаночные, одной петлей? Потому что нам не нужно, чтобы, скажем так, в обхвате груди добавлялись лишние сантиметры. Вот, поэтому я их провязала вместе. Если у вас этих петель, скажем так, не хватает для того, чтобы хватило для окружности груди, то можете их не сокращать, а провязывать по отдельно, скажем так, каждую петельку лицевой. Итак, я сейчас заканчиваю провязывать петельки спинки, дойдя до регланной нашей вот этой вот изнаночной петли. Я точно так же провяжу все петельки вместе с этой петлей. Затем переодеваю вот эти петельки точно так же на вторую булавочку. То есть как бы отделяю рукавчик от петельки и продолжаю дальше вот здесь вот вязать. И точно так же с другой стороны я провяжу вместе последнюю вот здесь вот изнаночную петлю и здесь после рукавчика первую изнаночную вместе одной лицевой. То есть вот переодели наши петельки на булавочку и вместе мы сейчас должны провязать первую последнюю петлю изнаночную, то есть две регланные петли вместе одной лицевой. И далее мы продолжаем вязать все петельки лицевые, кроме последних 7 петель, это петли планочки и кромочная петля, они будут вязаться от начала до конца, буду каждый раз повторяться, резиночкой один на один. То есть просто сейчас вот так вот довязываем и у нас вот они 7 петелек планки. Мы так вяжем изнаночная лицевая раз, изнаночная лицевая два, изнаночная лицевая три. Кромочная петля, также изнаночная. Как вы видите, мы сейчас отделили петельки рукавчика одного и второго от общего вязания. И вот как раз таки сейчас еще раз перемерите, либо примерьте именно на собачке, чтобы вот эта часть у вас, если вы соприкасаете вместе петли планочки вот таким вот образом, вот посмотрите, у нас перед получается гораздо уже, чем спинка, все так и должно быть, так как лапочки вот они у нас здесь вот, скажем так, с боковой стороны максимально ближе к центру, чем на спинке. То есть это не человек, поэтому спинка шире. Вот. И вот как раз таки вот здесь вот окружность при соприкосновении двух планочек должна равняться окружности груди собачки. Если же маловато, то вы возвращаетесь на тот момент, где мы делали прибавления и делаете еще один или два ряда прибавления. Но мне этого достаточно. Вот в соответствии с моей плотностью вязания и моими материалами, вот то я продолжаю вязать дальше. Наш узорчик вот там на спинке как шел, так и будет идти. Вот сейчас мы поворотными рядами так и продолжаем вязать. Вот сейчас по ходу у нас изнаночный четный ряд. В лицевом ряду я снова буду делать перекрещивание, затем снова изнаночный лицевой ряд и изнаночный мы будем вязать по рисунку, затем в лицевом ряду продолжаем делать перекрещивание. То есть точно так же, как мы делали через ряд, так и будем делать через лицевой ряд перекрещивание. Все изнаночные ряды будут вязаться по рисунку. Пока мы не наберем, скажем так, определенную высоту животика. Вот в данном случае животик у нас здесь. И не начнем делать убавления для того, чтобы закруглять нашу кофточку. И делать ширину пузика от грудки, то есть длину, короче, чем длину спинки. То есть у нас получится визуально пузико немножечко короче, чем свитерочка, часть спинки. То есть вот эта часть у нас будет как бы закругленная. А так пока будем дальше продолжать вязать ровным полотном. Отдельно рукавчики мы потом свяжем с вами, довязав полностью всю кофточку. И затем, по желанию, вы сможете связать капюшончик, который я всегда рекомендую вывязывать после того, как мы свяжем всю полностью кофточку. То есть обычно для человека кофточки мы вяжем, начиная либо с капюшончика, либо вот с вот этих вот начальных петелек. То есть мы как бы вывязываем капюшон, либо при вязании снизу вверх вывязываем после всего капюшон. То здесь мы будем капюшончик по желанию опять же таки набирать из вот этого первого ряда после высоты горловинки. То есть отсюда набирается капюшончик. Но это все, скажем так, попозже, со временем. Для начала мы вывязываем высоту животика. И также продолжаем вязать перекрещивание по линии спинки. От линии праймы поворотными рядами нам нужно провязать около 11 сантиметров. Хотите, можете провязать больше, но я хочу, чтобы вот эта нижняя часть была немножечко короче, чем 25 сантиметров. Для того, чтобы собачки нигде ничего снизу не натирало и опять же таки не приходилось чаще стирать. То есть ничего, чтобы не вымазывалось. Вот. И также мы делаем на протяжении вязания от второй петельки до третьей расстояние 7 сантиметров. И делаем третью петельку. Здесь у нас получается провязано меньше, чем 7 сантиметров. То есть мы четвертую петельку сделаем уже на линии обвязывания резиночки 1 на 1. Вот. То есть вот эту четвертую петельку мы пока не делаем. И теперь нам нужно сейчас начать делать, скажем так, закругление кофточки. Для этого мы будем бросать петельки. Не закрывать их, а открытыми бросать. И затем мы будем, скажем так, при обвязывании краешка закругленного добирать петельки. То есть, чтобы нам ничего, скажем так, не приходилось закрывать, затем набирать. Мы просто сейчас будем оставлять, скажем так, не довязывая, бросая в конце каждого ряда петельки. Я вам расскажу, как. Мы берем сначала лицевого ряда. Вот. Также продолжаем делать перекрещивание. Сейчас я в лицевом ряду не буду делать перекрещивание, а в следующем буду делать снова очередное перекрещивание жгутиком. Нам нужно связать этот лицевой ряд, не довязав последние вот здесь вот 9 петелек. То есть, это кромочная петля, 6 петель планки резиночки 1х1 и 2 вот эти лицевые петли уже из лицевой глади, скажем так, окружности. То есть, помимо петель планочки. Вот, когда мы довяжем до 10 петли от конца ряда включительно, теперь она у нас будет как кромочная вот эта петля, 10 петля ряда с конца. Вот. То есть, вот эти все петельки мы провязываем по рисунку. Берем спицу и кромочную снимаем, как обычно. Далее петли планки мы вяжем резиночкой 1х1. И далее лицевая гладь пошла, петли узора на центре спинки мы вяжем по рисунку. Вот мы не довязали до конца 10 петель и теперь укороченными рядами продолжаем вязать далее. То есть, поворачиваем петельки. Далее у нас идет первая провязанная петля. Вот она у нас. Мы ее снимаем непровязанной. Она теперь как кромочная будет сниматься непровязанной. И далее вяжем все петельки по узору по изнаночной стороне до тех пор, пока не дойдем с другой стороны от конца, провязывая 9 петелек. То есть, 10 петлю от конца провязываете последней петелькой. И вот эти петли 9 с последних петель ряда изнаночного мы будем точно так же бросать, не довязывая, и поворачивать на лицевую сторону. А петли изнанки вяжем, как обычно, по рисунку. В конце изнаночного ряда 9 петель не довязали и снова поворачиваем вязание на следующий ряд. И теперь вот эта 10 петля с конца, или теперь уже с начала ряда, мы будем считать ее как кромочной. Поэтому мы ее снимаем вот так вот. И дальше продолжаем вязать по уже лицевому ряду до тех пор, пока в конце ряда у нас не останется 10 петелек. То есть, те 9 петель, которые мы уже бросили в предыдущем ряду, не довязанными. И одна петля, скажем так, перед этими 9 брошенными петельками. То есть, пока не дойдем до вот этой петли. Получается, вот она у нас как кромочная, как вы помните, и вот они 10 конечных петель. Вот пока не довяжем до вот этой петли включительно, 11 с конца ряда, все петли вяжем по рисунку. И в этом ряду, в лицевом, я буду делать перекрещивание жгутиков. То есть, точно так же упорно продолжаю делать наш узорчик по спинке от начала до конца, как я вам и говорила. То есть, я его буду перекрещивать. И вот так вот сначала вправо, затем влево перекрещу жгутик и довяжу до последних 10 петель ряда. Не довязали до конца 9 петель, которые бросили в предыдущем ряду. И одну десятую петлю в этом ряду. Далее поворачиваем на изнаночную сторону. И первую петлю, вот здесь вот провязанную, мы снимаем как кромочную, не провязанную. И далее в поворотном ряду мы вяжем все петельки, как всегда, по рисунку с изнаночной стороны. До тех пор, пока не дойдем до конечных, точно так же, как в лицевом ряду, так и в изнаночном 10 петелек. То есть, это 9 петель, которые мы уже бросили в предыдущем ряду. И плюс одна десятая петля. Довязали до конца наши петельки и осталось 10 петель в конце. Мы не довязываем их и поворачиваем на лицевой ряд. В лицевом ряду мы снова первую провязанную петлю, последнюю того ряда, мы снимаем не провязанной, как кромочную. И у нас уже получается, вот посмотрите, 11 петелек. Далее мы продолжаем вязать лицевой ряд, как обычно, по рисунку. В этом ряду я не буду делать перекрещивание. То есть, это тот ряд, который мы вяжем по рисунку лицевой. До тех пор мы вяжем, пока в конце ряда не останется 11 петелек. То есть, что мы делаем? Мы сейчас оставили изначальные 9 петель с одной стороны и с другой стороны. Это кромочная петля, петли планки и 2 петли. И далее постепенно мы добавляем по одной петле. То есть, как вы видите, вот эта одна петля, она отделена и от 9, и от следующих петелек, которые уже провязаны. То есть, вот мы фактически бросили 9 петель, далее вы видите одну петлю, десятую. Вот так будет добавляться 11 петля, 12, 13, 14, 15 и так далее. С одной стороны. И точно так же у вас будет добавляться петельки с другой стороны. Вот таким вот образом мы будем постепенно добавлять к этим 9 петелькам по одной. С каждой стороны провязывая то лицевой, то изнаночный ряд. До тех пор, пока у вас с каждой стороны не окажется по 22 петли. Это 9 петель, которые мы оставили изначально в первом ряду убавления, скажем так, петелек или бросания, как вам проще будет понимать. И затем к этим петлякам 9 будет добавляться 13 раз по одной петле. То есть, всего у вас получится, вы, скажем так, оставите недовязанные, каждый раз добавляя по одной петле, до тех пор, пока у вас не окажется по 22 петли. В конце ряда лицевого и в конце изнаночного ряда. То есть, постепенно, постепенно бросаем по одной петельке. Для удобства бросим несколько раз по петельке. Для этого мне, скажем так, для удобства понадобятся чулочные спицы, о которых я вам говорила. То есть, нам они понадобятся не только для рукавчиков, а мне будет на них удобно оставлять вот эти петельки, скажем так, петли-планочки. Дополнительные петельки и по одиночке, которые мы будем оставлять, 13 петелек. То есть, я их буду переодевать с одной стороны на чулочную спицу, с другой стороны на чулочную спицу, а центр вязать буду на вот таких вот, скажем, круговых спицах. Вот, оставили 11 петелек. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Все, как вы видите, два раза по одной петле мы оставили. Вот таким вот образом мы будем оставлять еще 11 петелек. То есть, в общей сумме, чтобы еще раз повторюсь, было 22 петли. В начале, скажем так, вот здесь вот петелек 22 брошенные и в конце 22 брошенные петельки. И тем самым получится, что у нас постепенное убавление. При этом петли остаются открытые. То есть, мы не делаем никакие закрытия петелек для того, чтобы потом не пришлось, скажем так, лишний раз набирать эти петельки. Вот. И вот так вот продолжаем дальше. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Просто бросаем по одной, добавляем петельки к тем уже оставленным петелькам до этого. То есть, оставляли 10 петель, значит, теперь в конце изнаночного ряда должны оставить 11 недовязанных петелек. Затем в конце лицевого 12, значит, в изнаночном 12. В конце лицевого 13, значит, в конце изнаночного также оставляем 13 недовязанных петелек. Хотите, можете считать каждый раз от конца ряда, скажем так, петельки для того, чтобы правильно оставить. Ну, в принципе, здесь довязав здесь вот до петельки, вот она, видно, уже одна брошенная. Мы бросим еще, не довязав вот эту вторую петельку. Вот, то есть, здесь вы уже провязав несколько рядочков, оставив несколько петелек одиночных, вы увидите, скажем так, уже без подсчетов. То есть, нам нужно сейчас оставить 11 петелек, соответственно, мы довязываем 12 петлю с конца ряда. И вот они 2, 4, 6, 8, 9 петель, которые мы изначально оставили. И 2 раза по одной петелечке, которую мы оставили сейчас. Не довязываем вот так вот петельки, поворачиваем, снимаем как кромочную, не провязанную первую петельку. И далее все по рисуночку. В этом ряду я буду делать перекрещивание центральных жгутиков на спинке. И далее в конце ряда мне нужно будет оставить уже 12 петелек. И в конце изнаночного ряда также 12, затем 13, 14 с обеих сторон, 15, 16 и так далее. То есть, я думаю, что здесь вы справитесь, поэтому продолжаем самостоятельно оставлять по петельке с каждой стороны в каждом ряду. И до встречи с вами во второй части, где мы продолжим вязание кофточки, сделаем рукавчики, капюшончик. И я вам покажу, как закрыть петельки и закруглить кофточку. Продолжение следует...